Субтитры делал DimaTorzok Дина Маслова Дина Маслова Я представляю вам нашу гостью Это Дина Маслова Издание Кактус Медиа Дин, рад тебя приветствовать Привет Напоминаю, что виделись мы сегодня с тобой Днем на марше В защиту той самой свободы слова Слушай, ну то, что происходило Некоторое время назад Возле Азатыка Мы видели и возле редакции Кактус Медиа На твой взгляд Случаи идентичные Или есть какая-то разница между ними? Случаи абсолютно идентичные Методы Такие же Примерно Лозунги Такие же Упоминаются те же издания Ничего нового Вот этот агрессивный тон Это ненависть Которая льется Из уст Я позволю себе взять В кавычки Этих попорников Народной Я не знаю даже Народного спокойствия То, что угрожают Сжечь Редакции То, что Есть угрозы Физические На твой взгляд Насколько эти методы Вообще должны оставаться Без внимания Органов правопорядка? Ну, в правовом государстве Которым Кыргызстан Все-таки Является только отчасти Эти методы Бы Пресекались Конечно же То есть Я убеждена Что высказался Какой-нибудь Министр внутренних дел Или Представитель прокуратуры В нашей стране Этого ждать Не приходится Конечно То есть Мы защищаем Сами себя Хотя Являемся налогоплательщиками Платим Правоохранителям Которые Нас особо Не защищают Но Есть информация Во всяком случае И Драстан Бекешев И некоторые Другие Парламентарии Говорят о том Что это Инспирировано Госпожой Надирой Норматовой Который тоже Является депутатом Джигурку Кенеша И тоже позволяет Себе Помимо Некоторых Идиозных Высказываний В отношении Женщин Мужчин В частности Довольно Последовательно Выступает За закрытие Трех конкретных Изданий Трех независимых СМИ Это Азат Ик Это Вы Кактус Медиа И это Клоп Кейджи Как ты думаешь Отчего такая Нелюбовь У народной избранницы Именно к этим Независимым СМИ У меня есть Предположение Что Не она Является Инициатором Потому что Норматова Собирает Подписи Среди депутатов Хотя Сама это Отрицает Также Подписи Собираются Среди Общественных Деятелей Различных Политиков Точный Список Мы Получить Пока Не смогли Но Там Собирают Подписи Совсем Другие Лица То есть Это Кукловоды Не они Они Исполнители Они Норматовой Но Обиженная Женщина Ангажированный Депутат В общем-то В КУАРах В медийном Сообществе Все прекрасно Понимают Чей интерес Она представляет За что Топит Мы можем Озвучить В этом эфире Чей интерес Представляет Госпожа Норматова Это Однозначно Я бы Сказала Так Что Это Команда Руководителей Страны При том Что Я даже Не уверена Что Сами Руководители Страны Так называемые Экидосы Могут Быть Прям То есть Они сдали Прямое Поручение Как это Обычно У нас Водится Короля Вокруг Королей У нас Есть такая Свита Многочисленная Вокруг Каждого Президента Она есть Не самая Интеллектуальная И вот они Достаточно Часто Именно они Верховодят Доносят Недостоверную Информацию Своим Руководителям Строят Какие-то Планы По Тому Чтобы Ужесточить Свободу Слова И Как-то С критиками Власти Побороться Скажи Пожалуйста Сегодня Появилась Информация О том Что Госпожа Норматова Иваше Принадлежит Здание Которое Вот уже Некоторое Количество Лет Арендует Или Снимает Не знаю Какое Тут Слово Корректнее Употребить Консульство Российской Федерации В славном Горде Оше На твой Взгляд Эти Два Факта Как-то Связаны Между Собой Потому Что Мы Все Прекрасно Понимаем Какая Ситуация Со Свободой Слова И с Независимыми СМИ В самой Российской Федерации Более Того Закон О СМИ Который Немало Вызывает Недоумение Это я еще Мягко Выражаюсь У представителей Средств Массовой Информации Как было Фактологически Доказано 63% Сплагиачен С аналогичного Закона Российской Федерации Вот все Эти Звенья Они Вплетаются В одну Цепочку Или Это Всего Лишь Совпадение Я Скажу Так Я Не Очень Люблю Теории Заговора Конечно Мы Понимаем Влияние России На Политику На Те же Телеканалы Через Медиа На Общество Но Я Глубоко Убеждена Что Никакой Путин Не Звонил Норматова Или Какой Куратор Из ФСБ Чтобы Сказать Атака Давайте У нас Будет Общее Законодательное Пространство В сфере Регулирования Медиа Есть Просто Такое Общее Влияние Оставшегося Советского Союза Есть Новые Политические Реалии Что у нас Там Мигранты Товарооборот И так Далее Мы Зависимы От газа И так Далее Конечно У России Есть Рычаги Давления Другое Дело Что Вот Это Копирование Российского Законодательства Оно Ж Не от Большого Ума Я бы Так Сказала То есть Сами Ничего Придумать Не могут Руководствуясь Нынешними Реалиями То есть Даже Некоторые Моменты В российском Законодательстве Где Хотя Определены Кто Такие Блогеры Более Понятно В наших Новой Инициативе По изменению Закона О СМИ Этого Нет То есть Так скопировали Что даже Что-то умное Не докопировали Ну В большей Степени Мне кажется Это влияет И Конечно же Страх Любых Властителей В любых Странах Остаться Подольше Ну и Соответственно Жить Поспособнее Чтобы Все Любили Чтобы Все Только Слушали Как Какие Школы Открывают Зачем То По Два Раза Ты знаешь Я тут не могу Не вспомнить Сегодня Просто тоже Наткнулся На Статью Которой Уже Пять лет На самом деле На Знаком Аналитику Калнуру Ормушеву Где он Это статья 2017 года Где он Вспоминает Вот Нападки На В частности На тогда Еще Занозу Которая Руководила От Нашего Экс-президента Алмазбек Шашеновича Тамбагова И тут И тут Я вспоминаю Как недавно Уже находясь Собственно В застенках Алмазбек Шашенович Слезно Посыпая Буквально Голову Пеплом Говорит Ах Какой Я был Недальновидный Недалекий Человек Что значит Подавал Иски на Независимые СМИ На Различных Представителей Гражданского Общества А должен был Наоборот Держать их Поближе к себе Прислушиваться К ним И соответственно Тогда бы Вот Моя участь Была бы Не столь печально В связи с чем У меня к тебе вопрос Как человеку Уже бывалому Дин Вот На твой взгляд Почему История Не учит Наших Властителей И правителей Что Независимые СМИ Если К ним Прислушиваться Это на самом деле Это инструмент Помощи Для государства А ни в коем случае Не враг Государства Каким его Видят К сожалению Многие Наши власть Придержащие Ну смотрите Это конечно Уровень Профессионализма Чтобы договариваться С независимыми СМИ О сотрудничестве Они как Любят Говорить Чиновники Ой А давайте Дружить Что такое Дружить То есть Я могу Дружить Со своими Близкими Подругами Вы чиновник Кто такой Чтоб я С вами Дружила Можно Сотрудничать Но Это Достаточно Сложно Это Требует Профессионализма Это Требует Времени Навыков И так Далее Всего Этого Нет Команды Которые Занимаются Коммуникациями У наших Президентов Достаточно Слабые Я не говорю О нынешнем Я говорю О всех Президентах Потому Что Это Какие-то Свои Люди Потому Что Главное Что Они Приближенные Что Они Не Предадут И так Далее То есть Это Выше Чем То Что Придет Профессионал Который Будет Говорить Одевайте Господин Президент Не так Говорите Не так Смотрите В камеру Не так И вообще Делайте Не то А надо Делать Вот это Никто Это Сказать Не может Это Одна Причина Что Это Сложно Взаимодействовать Да Это Качественное Взаимодействие Имело бы Эффект Потом Конечно Же Власти Они Просто Опасаются Потерять Свою Власть Своё Влияние А у Нас Вопросов Достаточно Много Важный Очень Фактор Огромное Количество Проблем В нашей Стране Которые Не решаются Десятилетиями Давайте Вспомним Вот на Этой Неделе Был кейс С мусорным Полигоном Ну сколько Мы 20 лет Уже Слушаем Очередные Рассказы Что Какой-то Найдется Инвестор Который Что-то Рекультивирует Ну Еще Наверное 20 лет Будем Ждать Проблем Много У нас Как У Медиа А Медиа Это Часть Общества А не Часть Государства Несмотря На то Что Есть Государственные Медиа У нас Есть Вопросы На которые Никто Ответить Не может Поэтому Проще Чтобы мы Заткнулись И Отвечать Никому Ничего Не надо Никто Ничего Не спрашивает Вот Мы Не Отвечаем Именно Поэтому Из года В год Ухудшается Ситуация С доступом К информации Это же Парадоксально Что Информационные Технологии Развиваются Все больше А доступ К информации Снижается Но Это Тоже Такие Реалии Нашей Страны А по Поводу Того Что Один Президент Подавал Иски А теперь Об этом Жалеет У президента В память Как у Рыбки Дори Что я могу Поделать Каждый Думает Что он Мнее Своего Предшественника Я бы Так Сказала И Думает Что он Сможет Изменить Законы Общества И природы Я могу Напомнить Что В Тринадцатом Году Когда я Работала Главным Редактором Сайта ВБК Если Помните Заводился Уголовное Дело Наджапарова Ташиева И таланта Мамытова Они Сидели А потом Вышли Это вот Был кейс Когда они Там На заборе Были Знаменитые Штаны Ташиева Я столько лет В меди Я не помню По поводу Чего было Дело Но Так как Там были Нарушения Процессуальные Законодательства Мы Тоже Боролись Постоянно Писали Материалы Об этом Мы Освещали Эти Митинги В защиту Садыра Джапарова Ташиева И таланта Мамытова Более того После того Как суд Их отпустил На пресс-конференцию Они пришли Именно Втроем Вечерку Я Прекрасно Помню Этот день Именно Потому Что Столько Журналистов В пресс-центре Вечерки Не было Никогда Вот Ну конечно Это все Забылось Потому Что Они Уже У Власти Окей События Практически Десятилетней Девятилетней Давности Действительно Могут Из памяти Человеческой Стереться Но Я Прекрасно Помню Я думаю Ты прекрасно Помнишь Когда только Начиналось Звездное Восхождение Этого Тандема Господин Джапаров Который Садыр Джапаров Клятвенно Уверял Все Общество Что Кыргызстан Будет Открытишей Ни на кого Не будет То СМИ Будут Поддерживаться Что Независимые СМИ Будут Поощряться То Контакт С обществом Через СМИ Будет Постоянным И очень Много Чего Хорошего Говорилось Ну Начиная Практически С октября 2020 Года Изус Господина Джапарова Мы это Все Прекрасно Помним Скажи Почему Вот Это Как-то Начало Забываться Потому Что Я тоже Почему-то Думаю Что Все-таки Эшелонов Лазности Подобные Нападки Бы Не Происходили На твой Взгляд Почему Вот Такая Действительно Короткая Память Если уж Не говорить О периоде Девятилетней Давности То Прошло Совсем Не так Много Времени Я скажу Я в Медиа 18 лет За это Время Еще Лет 15 Назад Я научилась Не верить Чудовникам Ну Ты Слушаешь Ты Цитируешь Это Функционал Ты Пришел На какое-то Мероприятие Процитировал Чиновника Рассказал Своей Аудитории Что Чиновник Этот Говорил Ну Я Не должна В это Верить То есть Если бы Не было бы Нападок Для меня Это было Приятное Удивление Я бы Так Сказала Ну Это В нашей Действительности Такая Дурацкая Закономерность Да Такие Правила Игры Условно Ну Не знаю Правила Полистики Я не знаю Что сказать Я изначально Этому не верила Пропустила Мимо ушей Посмеялась Сказала Конечно Конечно Сейчас пройдет Год Посмотрим Да И потом Начались Вот как раз Такие митинги Я напомню Что Кактус Медиа Тоже Пережил Да В феврале Атаку Митингующих На твой взгляд Почему Медиа Которые Ну Это Я сейчас Своё личное Мнение Которые Защищают Общественный Интерес Которые Защищают Здравый Смысл Светскость Демократические Принципы Вовсе Не западные Я вот хочу Подчеркнуть Это Что эти СМИ Защищают Не какие-то Мифические Западные Ценности А ценности Общечеловеческие Такие Как Я не знаю Спокойное Безопасное Комфортное Общество Которое Я думаю Хочется Вне зависимости От политических Или каких-то Иных взглядов Любому Человеку Я убежден Что Кактус Медиа Азаты Клоп Выступают Как раз таки На страже Этих Общечеловеческих Ценностей На тот взгляд Почему именно Вы Поборники Здравого Смысла Являетесь Атакой Причем От людей От людей То господин Атазов Что госпожа Норматова Что господин Турсубай Бакирулу Они как раз таки К сожалению К моему Глубочайшему Являются Ну скажем так Фронтменами Я бы даже сказал Просто лицами Вот тех самых Мракобесных Очень темных Очень каких-то Средневековых Представлений О том Как должно Функционировать Общество И государство Тебя вот это Не пугает И на тот взгляд Почему Вот именно Этим темным силам Дается такое Попустительство Нет и тут риска Что именно сейчас На их стороне Карта И что при Ну скажем так Выборе Народ пойдет Именно за этим За Очень Популистическим Очень каким-то Таким Терьмяжным Темным Началом Я скажу так То есть Наблюдая За опытом За Медиасферой Беларуси Россия Центрально-азиатских Стран Если Эта История Будет Длиться Там Десять и более Лет То Большинство Все-таки Будет На этой стороне То есть Мы Прекрасно Видим Ситуацию Связанную С Вторжением России В Украину С тем Что происходит В России То есть Если это Очень-очень Продолжительное Время Будет То конечно Вырасти Поколение Для которых Это норма Так Так же Как Сейчас Выросло Поколение Чиновников Где Министр Там Условно Запрещает Своим Сотрудникам Давать Комментарии В медиа Потому что Вдруг Что-то Ляпнут Не то Но Учитывая Что у нас Все-таки Есть Сменяемость Власти И На самом Деле Такой Боевой Дух Свободолюбия Нации Это Все-таки И Особенность Нашей Нации Вопрос Не только В СМИ Вот Вы посмотрите Насколько Популярны Те же Акрымы Вообще Вот это Все Что Как бы Когда Говорят Правду Какие-то Достаточно Короткие Сроки Нет Есть Большая Категория Людей Которые Не сопоставляют Некоторые Факты То есть Они думают Так Ну и Правда Нужно Закрыть Вот Эти Какие-то Там Финансированные Кем мы Финансируем Госдепом Да Наверное Конечно Сколько Там тебе 500 тысяч Долларов Да Платят Представляете Просто Иногда В комментариях Нам пишут Что мы Финансируемся Кремлем Что-то Я про Арабов Читала Про Китайцев Про Турков И про Наших Каких-то Политиков Вот Многие Не связывают Что Вот Закрытие Какого-то Медиа И Их Собственное Желание Высказывать То Что они Думают Это Связано Хотя Это На самом деле Связано Очень Многие Так Не думают Но Хорошо Ну Закроют Это Не значит Что Народ Перестанет Говорить То Что Он Думает Для Этого Вообще Медиа Не Нужно Слушай Просто Сядь В такси Ты Узнаешь Все Зачем Медиа У нас Есть Таксисты Продавцы Нет Слушай Тут Все-таки Я Всегда Говорю Когда Спрашивают Вот Есть Блогеры Зачем Медиа И тут Я подчеркиваю Что Все-таки Журналисты И Тут Я Вот Прям Это Не комплимент А Костация Факта И Кактус Медиа И Азатык И Клоп Все-таки И Наши Медиа Мы Несем Ответственность Мы Несем Ответственность Перед Нашей Аудиторией Мы Не Можем Просто Так Знаешь Ляпнуть Чего-то Непроверенного Или Чего Нам Хочется Да Конечно Есть Журналистика Мнений И мы Своё мнение Высказываем Но Когда Мы Говорим О Фактах Мы Все-таки Не Таксисты И Мы Не Блогеры Мы Вынуждены Основываться На какой-то Подтвержденной Информации Или Делать Ссылку На Источник Информации Которую Мы Используем То есть Мы Профессионально Работаем С Информацией Именно Поэтому Власти Мущие От этого И Бесятся Что У нас И Большая Аудитория И Давление Да То Что Вот Зимой На нас Оказывали Давление И Сейчас Во многом Связано С Редакционной Политикой Которая Это Не Контент А Это Не Договороспособность А С Администрацией Президента С Различными Пресс-службами Что Они Они Не Могут Вот так Легко Звонить И Говорить Это Удалите Это Не Пишите Она Вы знаете Зачем Вы Как-то Много лет Назад У меня Был Звонок Говорит Слушайте А вы знаете Президенту Не нравится Вот этот Вот Эксперт Вы Его Зачем Цитируете Я Там Конечно Просто Упала Со Стула Я Говорю Простите Озвучьте Весь Список Кого Любят Наш Президент И Кого Не Любят Я Не Телепат Просто Ради Юмора Но Сам Факт Что Вот Я Говорю Что С нами Сложно Сотрудничать Это Возможно Но На Профессиональном Уровне А если Нет Профессионалов Им Конечно Не Хочется Слушать Что Нет Извините Мы Не Будем Это Удалять Извините Мы Не Будем Ставить То Что Не Считаем Нужно Ставить Пропаганду Какую-то Дешевую Вот Опять-таки Возвращаясь К профессиональной Работе С информацией Именно Благодаря Независимым СМИ И некоторым Представителям Благосферы Но Это Все-таки Представители Активисты Назовем их Так Блогеры Активисты В Дни Вторжения Таджикистана В нашу Страну Удалось Навести Ну Невероятный Просто шорох Международный Были Привлечены Колоссальные Ресурсы Конечно И наши Диаспоры За рубежом Я В тот момент Находился в США Просто видел Как там В Чикаго Это все Происходило Но Вот это Объединенное Усилие Независимых СМИ Блогеров Активистов Наших Диаспор Именно Оно Позволило Как мне кажется Переломить Международный Взгляд На эту Проблему Я в этом Трастовый Ресурс Но Даже Евроньюз Подавал Информацию Что Как будто Это Было Вторжение Кыргызстана На территорию Таджикистана И только После Упорнейшей Ответственной Колоссальнейшей Работы Независимых СМИ Блогеров И Диаспор Удалось Эту ситуацию Переломить Почему Власть Не оценила Этого Важного Вклада Во Внешнеполитическую И во Внутриполитическую Жизнь Нашей Страны Одна Из причин То что Власти Считают Что Все-таки Это Благодаря им А не нам Ну то есть Там Те же Какие-то Посольства МИТ Тоже Не сидели Без дела Ну как бы Положа Руку на сердце Я думаю Что Они все-таки Эти лавры Присваивают Себе Потому что Много работали Тоже Не спали Ночами А во-вторых Понимаете То есть Когда началось Вторжение Таджикистана Власть И общество В едином порыве Стали на защиту Родины А когда Мирное соглашение Было подписано Мы условно Вернулись Каждый В свою роль Что мы Как в Вочдоке Спрашиваем С Наших властей А где Список погибших А почему Так долго Ничего Не говорят По протоколу По Кемперабаду Какие будут Последствия То что убрали Погранзаставы То есть На самом деле Ни СМИ Ни обществу Недостаточно Короткого брифинга Где говорят Это все На нашей стороне Да все Будет путем Это вообще Классные Договоренности Как говорила Преданность Забвению Сарамбай Джимбеков Да Эти факты Вот Ну конечно Нам нужно Больше ответов Потому что Мы Не привыкли Доверять Власти Поэтому нам Нужно Больше аргументов Больше доводов Это правда То есть Просто вот так Кинуть кость Недостаточно В Таджикистане В Узбекистане Других авторитарных Странах Это может быть Достаточно Лукашенко Обязал Остановить Цены Какой-то Вот Индекс Курятины Сейчас Подсчитывает Может быть Обществу Это и достаточно А нашему Нет Наши Не доверяют Наши Требуют Большей Информации Это нормально Ну и Вопрос знаешь Про консолидацию Ты знаешь Мне показалось Что сегодня Несмотря на то Что на митинге В защиту Свободы слова Было гораздо Больше людей Чем против И пришли они Ну это мое Субъективное мнение Во-первых Они мне эстетически Эти люди близки Хотя С некоторыми из них Я тоже Знаешь ли На разных Скажем так Политических И несколько иных Позиций Нахожусь Конечно Это нормально Но тем Но тем не менее Мы пришли все По своей воле Не прятали лица За плакатами Не прятали Это тоже Ну как бы Мне кажется О чем-то договорит Но все равно Было ощущение Что как-то Плохо подготовились Вот На твой взгляд Может ли Может ли Более широкая Огласка С подключением Всех Скажем так Заинтересованных Лиц В том числе Кактус Медиа Клоп То есть Если бы Каждый ресурс Каждая СМИ Сделала Более Что ли Внятный призыв К своей аудитории Выйти Поддержать Было бы больше народу Ну смотрите То есть Организация была Совершенно спонтанна Правда Она возникла На самом То есть Не было Организаторов Таковых Мы просто Помним Помните Митинг Реформы Или еще Как раз Вот был Этот марш От железнодорожного Вокзала Я уже даже Не помню В каком году Это было Вчера был Митинг По затыку И соответственно Просто Это такая Первая реакция Каждой редакции Тоже куда-то Выйти Куда-то Выйти Там Мы не знали Сквер Горького Или на площадь Или тоже Где-то Пройтись Эта реакция Возникла Мы просто С коллегами Начали созваниваться Типа А может быть Мы тоже выйдем Да А мы тоже Хотим И вот Это настолько быстро Чуть ли не с утра Придумывалось Что вот А давайте Выйдем И где выйдем Во сколько выйдем Именно с этим Конечно связано То есть Если было бы Там Несколько дней На организацию Можно было бы Организовать Что-то более масштабное Другое дело Я в таком случае Не исключаю А Провокации Б То есть Понимаете Если бы мы долго Анонсировали Что-то продумывали Все-таки В этом Очень маленьком городе Многие вещи Не скроешь Да Там где-то Встречались В кофейнях И нас там Из-за кустов Во-первых Могли бы быть Провокации Могли бы быть Задержания Серьезные Такими Целыми Я тебе больше Я тебе больше скажу И хочу Чтобы наша аудитория Тоже знала Я сегодня Немножко задержался На площади Тоже поговорил Там Встретились на митинге С одним знакомым Человеком Поговорили Немножко задержались И ты знаешь Как только все разошлись Мы стали свидетелями Как выехали Автозаки И поехали То есть По сути Власти готовились А, да, я не видела Да, вот это важно Я хочу Чтобы наша аудитория Об этом знала Что даже Несмотря на то Что наш митинг был Наше шествие Даже не митинг А просто шествие Был абсолютно мирным Что цели его были прозрачны Даже Даже это Ну скажем так Держалось на контроле И даже в этом случае Наши власти Были готовы Применить Ну Разные методы Вплоть до задержания Ну Что я могу сказать Ну Да столько бояться У страха глаза велики И это проблема Всех президентов У страха глаза велики И еще там Любят теории заговора Именно поэтому Там рубят Сук На котором сидят Ничего не буду Им советовать Пусть продолжает Тогда Также дальше Ошибаться И выглядеть Очень глупо Ну и наконец Финальное Дим Меня всегда Интересовало Окей Власть не понимает Ценность Свободы слова И важность Присутствия В стране Независимых СМИ Которым действительно Можно доверять Я Ну честно Поделюсь с аудиторией Я действительно Из новостей Кыргызстана Читаю в основном Кактус Азатык И Клоп По одной простой причине Потому что Новостям Которые публикуются там Я доверяю Потому что Ну у меня тоже есть Довольно большой Журналистский опыт Я понимаю Как это делается И только делаете Это вы Это профессионально И этому Можно верить Но ты знаешь У меня почему-то Есть ощущение Что для нашей страны Для нашего народа Для нашего общества Вот если спроси вам Что важнее Свобода слова Или колбаса В магазинах дешевая Они все-таки Выберут второе Не понимая Что именно От первого Зависит не только Наличие колбасы В магазинах Но и повторюсь Безопасность И комфорт Каждого гражданина Вот как донести До более широких Народных масс Важность Ценность Свободы слова Наличие независимых СМИ в стране Так Давайте вспомним Когда Появился Прототип Парламента И соответственно Вот эта Свобода слова В Древней Греции Которая находится На территории Европы Сколько тысячелетий назад Это было Две с половиной Тысячелетий назад И нам 30 лет Так можно Сказать не только О медиасфере Мы если что И электромобили Не производим И в космос Ничего не запускают Я могу Любую сферу И в медицине У нас Робототехнологий Нет И так далее И так далее Да Слушай Тут я могу Отпарировать Что там условный Лихтенштейн Или условная Швейцария Тоже ничего В космос Не запускает Электромобили Не строят Хотя строят Много чего Другого Они в другой Культуре Развивались Тысячелетиями У нас Это Издержки Роста У нас Все-таки Восточный Такой Путь Развития Когда Больше Было Авторитаризма Да Поэтому Плюс Мы Достаточно Бедная Страна Мы Бедная Страна Мы Несытые Именно Поэтому То есть Если бы мы Были сытые Вот если мы Возьмем Европу То есть Медиа Которые Содержатся За счет Донатов Это вообще Норма То есть Ты отчисляешь С каждой Зарплаты Какие-то Донаты На кошечек Бедных Каких-нибудь Африканских Детей И так далее Это нормально Они сытые А мы Голодные Большая часть Населения И за последние Два года Уровень бедности Растет Поэтому Колбаса важнее И она Будет важнее Пока Будет много Бедных И бедными Легче Манипулировать Во-первых У них хуже Образование Слабее Здоровье Они думают Конечно Они думают О ценах Что с нашими Ценами Я конечно Извиняюсь Я не отношу себя К бедной Категории Граждан Но А цен В этом году Я тоже В шоке И пока Так будет Этим Бедными Легче Манипулировать Это однозначно Такое у нас Распоение При том, что они Это доказано Они взаимосвязаны Это взаимосвязано Это важнее Но Это сложно Объяснить Голодному Человеку Да Это важнее Но Это может Понять Вот Человек Сытый И образованный Который Что-то В мире Повидал Да У которого Есть загранпаспорт Который Посмотрел Как развиваются Другие страны Который Имеет Возможность Общаться Вот С такими же Экономистами С которыми Общаешься ты Но Большая часть Населения Не имеет Этой возможности Это на самом деле Сложно доказать Это вопрос Десяти летий Но благодаря СМИ В том числе Независимым СМИ Вы тоже публикуете И разговоры С экспертами Причем С экспертами Самого широкого профиля На кактусе Выходят Разговоры С врачами На кактусе Выходят Разговоры С экономистами С учителями Огромное количество Внятной информации Из первых уст Которая Направлена Не на узкую кучку Экономистов Учителей Врачей А на самые широкие Слои населения Да Поэтому У нас большая аудитория И понятно Почему На нас оказывается Давление Потому что Именно через Большую Аудиторию Можно Очень быстро Закидывать Какие-то Месседжи То есть Именно поэтому Оказывается Давление Если бы У меня была Аудитория 20 тысяч человек В месяц Да на меня Внимание Не обратили Вообще О моем существовании Не знали Может быть Даже в Дюгарку Конечно Не аккредитовали Сказали Вообще Кто такая А когда Аудитория Только сайта Полтора миллиона И подписчиков Больше миллиона Конечно И при этом Мы Говорим То что Видим То есть Мы просто Говорим То что Видим Про дороги Про тот же Несчастный Мусорный Полигон Сейчас Смог Пойдет Отопительный Сезон Начнется Мы говорим Про то Что у нас С единого Источника Уголь На ТЭС Закупается Мы задаем Вопросы По тому же Кемпирабаду А вопросы Есть До сих пор Многие вещи Непонятны Что там Случилось Правда Вопросов Много Дин Ну что ж Будем завершать И я В конце Нашего эфира Еще раз Поблагодарю тебя Всех коллег Выражу поддержку Азатык Медиа Выражу поддержку Клоп Кейджи Выразим поддержку Кактус Медиа И хочется Чтобы Все наше общество Действительно Понимало Важность наличия И независимых СМИ И важность Свободы слова В нашей стране Поэтому Единым фронтом Будем поддерживать Друг друга Солидаризироваться И выступать Как обычно За все хорошее Против всего плохого Спасибо тебе огромное Напоминаю Что наша Возвращая была Дина Маслова Спасибо взаимно Глава Кактус Медиа Друзья Действительно Помните Что от свободы Слово зависит Не только то Что вы будете читать Но и К сожалению То что вы будете есть Думайте об этом Почаще Это правда Всем всего доброго Берегите себя Увидимся До свидания До свидания Спасибо Спасибо До свидания